всем привет значит о чем будем говорить сегодня ситуация следующая вчера разговаривал с очень талантливым и очень мудрой талантливой и мудрой журналисткой дианы записала интервью она его выпустила имея уже имея уже фидбэк по этому интервью очень быстро причем до опять люди накидываются на меня почему я говорю уж что почему я против программы освы отлов стерилизация вакцинации выпуск ребят я еще раз повторяю для те кто меня не слышит и не понимает я не против программы освы я не против того чтобы животные жили рядом с нами у меня животные живут рядом со мной как я могу быть против этого я постоянно занимаюсь уличными животными как я могу против просто я не вижу что она будет работать у нас вот это понимаете вот это главное не против просто считаю что не пришло время для этой программы знаете когда вот какие-то программы начинают обсуждаться начинают развиваться до внедряться эти программы они работают только тогда и люди над ними работают только в том случае если они являются не имеют какую-то почву на которую они могут быть выставлены понимать на которой они могут быть реализованы в данный момент в нашем случае в нашей стране в нашем городе такая программа как осва не имеет ни почвы не фундамента ничего на чем ее можно было бы построить приведу пример сегодня у меня был выпуск собак которые стерилизованы выпуске их обратно среду их обитание да те районы откуда они были изъяты это и есть один из шагов программы осваиваю один из инструментов да и что вы думаете я еще не успел доехать обратно себе на работу мне уже поступило с диспетчерской 33 звонка 3 звонка которые люди уже жаловались зачем вы мы видели как ваши машины выпускали собак зачем вы выпускаете собак придите отловите этих собак понимаете что я теперь должен ездить отлавливать этих собак на или что я должен игнорировать жалобы граждан граждан таких же как я таких же как и вы которые имеют свои имеют право на свой страх имеет право на то чтобы не хотеть жить рядом с бездомными собаками это их право так же как и мое право их любить и заботиться об этих собак они так ровно такое же право имеют понимаете вот я сейчас записываю этот эфир да сам про себя думаю а зачем вообще делал зачем я это записываю мне уже многие люди звонят пишут и говорят роман ты слишком много времени тратишь на объяснение вещей которые очевидны слишком много энергии своей тратишь на мусоливание тебя не слышат люди не потому что ты что-то не так говоришь а потому что они застали их внимание заключается в чем-то другом они пытаются тебе противостоять они пытаются там доказать что это свое они не слышат вы правы вот эти люди абсолютно правы эти люди являются зоозащитниками собаководами любителями и заводчиками котов понимаете чиновники не очень широкий круг знакомых понимать и они абсолютно правы меня не слышат не слышат и не хотят слышать потому что мне не приводит контраргументов вот мы сейчас я сейчас говорю о это да и жду что кто-то напишет какие-то контраргументы помимо кошечки и собачки должны жить с нами рядом это не аргумент люди дебилы которые пишут заявление за тоже не аргумент чтобы они сдохли это тем более не аргумент конкретно по факту как вы думаете программа о свв должна реализовываться это не во первых это не моя задача ее реализовывать да это мое личное мнение что она не будет работать но я всячески всячески и давно уже своим примером показал что всячески буду пытаться помочь тем людям которые хотят реализовать эту программу но просите меня пожалуйста вы где люди которые хотят реализовать эту программу где вы я вас не вижу я не вас не вижу не ваших действий я не вижу программ которые будут обучать население к сожительству вместе животным я не вижу программ каких-то проектов премарии которые будут учить детей к общению животные приучать детей к общению животных я не вижу людей стоящих у министерства просвещения пытающих попасть в детские сады и школы я этого всего не вижу просто говорить программу свв выпустите животных на улицу выпустите 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 это все до лампочки это не работает нужно делать что-то чтобы это было я как человек который занимается отловом бездомных животных и который непосредственно непосредственно занимается проблемой того как люди реагируют на бездомных животных в этом городе говорю вам еще один раз достаточно громко и внятно у нас в нашем городе люди подавляющее большинство людей не хотят сожительствует рядом с бездомными животными не хотят плохо или это хорошо пусть кто-то другой даст анализ этому я говорю вам то что происходит исходя из того как сильно я люблю животных и как я переживаю за их жизнь я считаю это это не то что провальная идея я считаю этой крайней жестокостью настаивать на том чтобы собаки и кошки и чтоб собаки к с окошке никого не беспокоит но чтоб собаки жили в нашем городе тогда когда люди не хотят чтобы они там жили понимаете собаки умирает на не груз и отравлены собаки у нас же пост сейчас это великая молдавская традиция в пост травить собак и кошек великая молдавская традиция в пост великий пост на пасху убивать животных что вы еще хотите какие еще примеры вам дать я просто не понимаю люди о чем о чем вы думаете что происходит в ваших головах когда вы настаиваете на том чтобы животные которых не хотят видеть баши подавляющее большинство людей жили рядом с нами почему вы ничего для этого не делаете чтобы устроить их жизнь создать какую-то я не знаю инфраструктуру для того чтобы эти животные могли жить я только слышу будки 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 где будки я приезжаю во дворы во дворы нет будут никаких будок нету никаких пристройств есть у определенных заведений ресторанов есть какие-то домики для кошек есть домики для кошек в некоторых дворах для собак нет ничего вы только говорить хотите где делать что-то надо ваши оппоненты ваши оппоненты постоянно что-то делают а вы ничего не делаете если вы так сильно заботитесь животных говорите что я выкаю опять да я выкаю а кому мне еще обращаться как не к вам если вы говорите что я препятствую я как лицо ответственное как лицо имеющие там рычаги какие-то по своей по по своей службе до препятствую даже высказывание это вслух да скажем там в интернете или в каких-то интервью препятствую развитию программы осваивая но я вам еще раз повторяю не я препятствую препятствуют ваши оппоненты и ваши оппоненты делают постоянно что-то для того чтобы доказать что это не работает а что они делают ну давайте я вам сейчас объясню они убивают животных они травят животных они всячески вызывают все различные службы для того чтобы животных не было рядом с ним понимаете вот это действие да они неприятные они не 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 человечные но они постоянно что-то делаю очень устаешь делать работу которая вот так вот знаете как не имеет ни конца ни края никакого никакого логического завершения не выпускаешь собак тебе сразу же звонят еще не успеваешь закрыть дверь тебе сразу же звонят игры заберите этих собак обратно для чего мы это делать сколько средств мы тратим на то чтобы стерилизовать животных и выпустить их чтобы потом забирать их обратно сколько нервов и средств тратит зоолюбителей для прикормки и стерилизации стерилизовании животных которые находятся на улице зачем это все делается для чего давайте направлять энергию на то чтобы вернуть как-то вот эту вот категорию людей которые столько на 100 против животных вернуть их обратно ближе к нам я буду за только эту программу за эту программу если она будет иметь какую-то стабильную почву если она будет иметь инфраструктуру если она будет иметь фундамент на которой она будет строиться помимо просто желание зоозащитников желание зоозащитников никого не интересует поймите вы уже наконец я это понял давно и призываю теперь вас понять что люди которые любят животных и готовы уделить свое время финансы старания для того чтобы улучшить жизнь наших братьев меньше они находятся в подавляющем меньшинстве борьбу против людей которые не любят животных нам не выиграть особенно тогда когда у нас нет ни законодательной базы защищающей наши интересы понимать не финансовой базы которая позволила бы нам открывать какие-то места приюты там центры содержания для животных у нас всего этого не существует как как это как мы голые боссы идем вы на войну без оружия без ничего на задавит и самое что меня больше всего расстраивает что жертвами этой войны и этой борьбы будут не противники животных и не зоолюбители а именно животные пока мы здесь тусуемся с друг другом и боремся выходим на протесты к травим что угодно делаем умирают животные никто из никто из зоо любителей или зооненавистников не садится в тюрьму не теряет своих жизней не теряет свое здоровье теряет жизнь животные пока вы на них экспериментируйте и не знаю как еще можно более доступно объяснять людям что для того чтобы чего-то достичь надо прилагать неимоверные усилия вот просто я не понимаю как это еще доступно для людей объяснять можете закидать меня чем хотите можете говорить что я зоу фашист и ненавижу животных знаете есть люди которые знают чем я занимаюсь мои близкие люди с которыми я контактирую давайте для меня важно их мнение то что вы там про меня скажете пойдете напишите на меня заявление в полицию чтобы они под не подходил к вам близко на 200 метров меня это все не пугает поверьте мне что вы там распространить какую-то информацию о чем-то моем прошлом будущем или настоящем меня это тоже ни в коей степени тревожит и не пугает я очень стрессоустойчивый человек и все это преодолеет у меня есть гораздо важнее вещи которые требуют моего внимания это мои собаки мои собаки на которых некоторые люди пытаются ставить эксперименты смогут они достичь и каких-то своих собственных корыстных амбиций используя моих животных или не смогут да ну вас нафиг очень умно нападать на меня сейчас знаю когда я имею должность и не имею права отвечать так как я могу отвечать где вы были 2 2 месяца тому назад мои взгляды на то что то это о чем я говорю сейчас не поменялись где вы были тогда вас не было в ней вы не осуждали меня потому что знали что это чревато последствиями а сейчас кидаетесь ну что могу сказать нет безвыходных ситуаций я могу вам отвечать и буду отвечать только сейчас методы того как я отвечаю в корне поменяется еще раз говорю не используйте моих собак которые я очень люблю для своих собственных каких-то дешевых грязных амбиций не можете заняться животными не можете принести что-то в это общество что позволит ему относиться лучше к бездомным животным тогда идите занимайтесь чем-то другим работайте найдите себе работу найдите себя я не знаю занимайтесь права человека занимайтесь машинами занимайтесь природой чем угодно животных оставьте в покое а если можете и хотите этим заниматься то давайте начинайте что-то делали начинайте ходить по школам начинайте ходить детские сады начинайте общаться с людьми начинайте показывать какие-то результаты чтобы когда начинайте хотя бы читать собственный свой регламент который который вы так хотите вы так его хотите продвинуть и так его хотите внедрить а вы сами даже не читали его вы даже не знаете какие там противоречия в этом регламенте Он никогда не будет принят, пока там написаны такие вещи, пример даю, такие вещи, как администрация городского приюта имеет право назначать определенные часы посещения, в которые общественные деятели, зоозащитники и рядовые граждане могут прийти посещать животных. Это пункт. А через 4 строчки после него идет другой пункт. Администрация городского приюта не имеет права и обязана, не имеет права защищать и обязана предоставить допуск зоозащитникам на территорию городского приюта в любое время. Вы видите противоречия? Вы когда его списывали, откуда вы его списывали? Вы вообще читали, что вы пишете? Или такое, государственное предприятие обязано допустить общественные организации для того, чтобы они посмотрели, на что тратятся деньги? Вы закон вообще знаете? Что государственное предприятие никогда, во-первых, не имеет права и никогда не допустит никого к его собственным финансовым отчетам. Для этого есть органы, которые этим займутся. И то, когда они этим займутся, они все равно вас оповещать о деталях не будут. Это закон. Закон. Изучайте закон перед тем, как вы пишете какой-то бред в регламенте. Я теперь понимаю, что нет заинтересованных людей в принятии этого регламента, потому что даже те люди, которые пишут этот регламент, писали его так, чтобы он никогда не был принят. Поэтому я твердо уверен, что у нас есть огромное лобби в этом городе, которое заинтересовано в том, чтобы бездомные животные слонялись по улицам, находились в том плачевном состоянии, в котором они находятся сейчас и страдали все больше и больше и больше и больше. Это как вы в регламенте, вместо того, чтобы находить себе союзников, понимаете, в лице собаководов, в лице любителей животных, вы наоборот эту категорию, которая должна быть вашей опорой, от себя отталкиваете. Как это программа ОСВВ, животные и собаки должны гулять по улице, но моя собака должна ходить по улице в наморднике. Я вчера это говорил, еще раз это повторю. Люди добрые, определитесь, собака опасность для человека или собака не является опасностью для человека. Если она не является опасностью для человека и программа ОСВВ должна работать, то извините, пожалуйста, не говорите мне ничего про намордники поводок моей личной собаки. Не надо, я ее отпускаю, иду в магазин, она пусть гуляет, как остальные бездомные животные, которые вы говорите, что должны жить на улице города. Чем она хуже? Вы не можете никого заставлять, понимаете, это огромное противоречие Конституции нашей страны. Вы не можете никого заставить, что делать с его личным имуществом, понимаете? Вы не можете никого заставлять стерилизовать свое животное. Я ничего против стерилизации не имею. Я директор Центра отлова и стерилизации. Я только за стерилизацию. Но, опять же, она должна проходить тогда, когда хозяин животного хочет это сделать. На добровольных началах. Вы не можете никого заставить это делать. Если вы заставите кого-то делать, то тогда завтра может кто-то заставить вас покрасить вашу машину в черный цвет. Или кто-то может прийти, вас заставить одевать определенные вещи, носить определенную прическу. Вы что делаете? И еще самое главное. Научитесь, научитесь различать между людьми и животными. Если вы любите животных и хотите благо для животных, своих, бездомных, если вы хотите их оберегать, вы должны четко видеть разницу между людьми и животными. Мы люди, мы защищаем в первую очередь свою собственную безопасность. Мы не должны навязывать свою любовь к животным кому-то другому. Если мы начнем навязывать любовь к животным кому-то другому, завтра придут свидетели Иеговы и будут навязывать вам свою веру. Это же не нормально. Каждый человек должен выбрать для себя, хочет он жить рядом с животными или нет. Согласен ли он что-то делать для этих животных или нет. Нет, оставьте людей в покое. Не заставляйте. Вот сейчас я еду на вызов. Да? Бездомная собака села у двери дома частного, в частном секторе. И хозяева не могут выйти. Они звонили три раза. Мы не можем выйти, потому что мы боимся, а нам нужно ехать. Я сел в машину и поехал сам. Я эту собаку не буду отлавливать. Я ее просто прогоню оттуда. Понимаете? Ну вот, мы живем в гребаном 21 веке, 2019 год на дворе. Люди боятся выйти из дома, потому что собака сидит у калитки. О чем вы говорите? Какая программа у вас своевая? Придите в себя, пожалуйста. Я уже, понимаете... У меня уже не хватает эмоций и терпения постоянно объяснять одно и то же. Если вы хотите достичь каких-то результатов, надо за эти результаты работать. Надо иметь план того, куда вы хотите пойти, как вы хотите туда добраться, чего это будет вам стоить. Понимаете? И иметь какую-то поддержку от людей. Если вы не имеете, выйдите сперва, опросите людей, которые живут... Не будьте эгоистами, понимаете? Потому что если вы эгоисты по отношению к людям, значит вы эгоист по отношению к животным тоже. Не будьте эгоистами. Выйдите на улицу, поспрашивайте людей. Хотят ли они, чтобы рядом с их дворами жили стаи бездомных собак? Хотят ли они делить своего ребенка детскую площадку со стаи бездомных собак? Хотят ли они этого? Если вы живете в моем дворе, я согласен. Пожалуйста. Но если вы живете в дворе о чем-то другом, и этот человек не согласен, вы не можете ни создать законы, ни создать какие-то порядки для того, чтобы этот человек жил рядом с этим животным. Он просто не согласен. Все. Поэтому, знаете, я уже не знаю. Я сказал достаточно. Я сказал достаточно. Умный человек уже давно поймет то, что я говорю. Если человек считает, что... Если кто-то считает, что я не прав, пожалуйста, я приглашаю вас выразить мне свое несогласие, аргументируя это какими-то фактами. Всем всего хорошего. Приятного дня.